Начать запись, всё. Одна серия готова, сразу снимаем вторую. Итак, дорогие друзья, всем привет. С вами, как всегда, Бомбомбом, Жан Петля, Соловей Педрослав и ты фашист. Да, я вас оскорбил, чему не ебану. Я сейчас не могу поспорить. Соловей Педрослав, можно полностью, пожалуйста, я требую. Соловей Педрослав. Спасибо. Блять, это как это, сериал «Друзья», да? В главных ролях Бомбомбом, Жан Петля, Радио Тимоха, Соловей Педрослав и специальный гость, ты фашист. Ты такие слова не говори, а? Ты зачем оскорбил половину детского синерова? Половину? Ты зачем оскорбил всех украинцев? Хохлоп? Хохлоп, да. Погодите, а я сейчас сменю нек? Сменишь негра, блять, испортился? Да, это уже гнить начинает. Прямо как выкидыш. Блять. Сука. Мужики, как называть вот предыдущую серию на 2 часа? Неудачно кончил. О, нет. Мой кам. Мой выкидыш колец. Блять, я сделаю эту аватарку. Выкидыш. Итак, оцените. Модик. Неудачный конец. Неудачный конец, блять. Удачный конец и удачное начало. Неудачный конец, это у Коли. Выкидыш, блять. Блять. Мы точно попадем в ад нахуй за такие приколы. У нас самотак уже место забронировано давно. Оценимойник. Да. Это, как я понимаю, это именно ты вылез из унитаза и сказал здорово, блять. Ты выкидыш. Эксперсивный конец. Ты выкидыш. Ага. Охуеть. Погодите, у меня арк скачался за 2 часа, блять. Я тебя поздравляю. Ладно, мы можем продолжать? Давай продолжим, блять. И лишь одно можете изменить что-то в моей жизни. Да, твой собственный сын, блять. Вера в то, что все, что я делал, не напрасно. Кто такая вера? Бля. Что это за фьюка? Ты один выкидыш, бля. Возможно, даже извинения наверняка где-то глубоко в душе я ждал этого, хотя уже давно перестал надеяться. Смотрите все, смотрите. Я не просто сдался, я бросил оружие и прекратил борьбу. Да, я проиграл, но сражался до конца, сделал все, что мог. Мне вновь и вновь казалось, что все окружающие мучеливо смеются надо мной. Даже Майкл, даже киоски. Ведь я не знаю, какой я неудачник. Если бы они только поняли. Не смеется? Да, да. Не смеется. Ты точно неудачник. Неудачный конец. Бля, чё не надо, блять. От ночёва до конца, блядь. Улё, Майкл коллекция. Можно ставить рекламу презерватива в видео? Дюрекс. Контакт. Монетка капает. Так, не смеется ли, Майкл коллекция? Монетка точно не капает. Ведь она всегда была рядом. Она видела всё от начала до конца. Она понимает, что ей не наплевать. Она как медсестра на поле боя заботишься о поверженных, но всё ещё живых бойцах. Но почему тогда я не могу любить её так, как до сих пор люблю Кэтрин? Словно, какие-то цепи сковывают мою душу, цепи долго, что заставляет... Суга, вот, я... Вот, когда... Ты ожидал такого, вот, скажи, подобное? Ты ждал? Нет, нет, я такого говна я не ожидал. Когда Мегалабас сказал там фразу, такой неудачный... Неудачный кончил? Неудачный кончил, я на этом моменте поставлю тайм-код, смешные анекдоты. Да. Отчизны, религии, любовь легко придумать повод героически вымереть, поставить свой след в историю или хотя бы в памяти близких. Куда сложнее придумать причину жить, когда абстрактное понятие, словно стяк, развивающийся над вражеской крепостью, исчездают мутные дырки серых будней. В моей жизни не было смысла, я лишь хотел, чтобы... Признали мои заслуги в минувшие битвы. Что же делать? Одно с моей битвы. И заслуги! Какие? Никитыш! Заслужил! Оставленные всеми ослепленными отгоревшими всполхами некто великого чувства, я бесцельно бродил по опухтевшему поль. Вот я ненавижу, что в БЛ, что вот здесь вот эти большие экраны из текста, это потому что начинается графомания просто бессмысленная. Поэтому я не буду все легко мечтать, я ебал в рот это все, серьезно. Эй, не заснул что ли? А? Каково сейчас нынешнее твое отношение к нашему главу дебилу? Охуительное просто, блядь. Просто, блядь, это... Для девочек до слез доводит и... Первый гондон, который не знает о гондонах. Ха-ха-ха! Это воздушный шарик этот. Да. Вообще я был склонок и все к всем, но все, они не управляли моей жизнью. Оставаясь неком экзистенциальным уровнем. Иначе бы я давно слился и наложил на себя руки. Спился, блядь. Спился. Ты, конечно, обычно и не так душа компании, но сегодня на тебя просто жалко смотреть. Ну, спасибо за участие. Это все из-за Кэтрин? Чески пристелы на край моей парты, она скрипела и даже задка погнулась. Ну ты, блин, жердяй. Землетрясение хочешь устроить? Я давно во втором и засменялся. А вы так всегда радуетесь жизни? Я подошел в Майкл. Ну, за них я не скажу. Ладно, пойдете, поедим, что ли? Хотелось просто ненадолго отличиться от тяжелых мыслей. А, женщина! А-а-а! Сегодня... У нее тоже выкидыш. Это она есть, блядь. Она отца пришла искать. Ну, посмотрите, как смотрят на него. Ну, реально, судя по всему, она есть. Сегодня все знают. Сегодня в столовой не пришлось столкаться. Киоски знал все лазейки обходные пути. Да и отношения с продавчицами у такого упитанного молодого человека всегда были прекрасными. Мы восститали после издалка короля, отчего мой японский друг выглядел особенно по тяжелому. Все это немного подняло мое настроение. Смотрели вчера игру? Смотрел Майкл, лениво ковыряя, блядь, рис. А то, само собой, вот в третьем... Че пропустил? А-а-а... Не рассказывай себе ему. Ты сам увидишь. Нет, скажи, это он знает. В ролике, в ролике увидишь. В ролике увидишь. Да вы пид... Я не знаю, что мы не сможем об этом не пошутить в ближайшее время. Он все равно узнает. Он и так знает, я ему сказал об этом. Что, блядь, Тимоха, ты знаешь? Да, прикинь. Ты знаешь будущее? Кто победил в третьем ининге? Рассказывай, сука. Блядь, дизорохнул, че пропустил то, что я не собираюсь смотреть ролики. Да, а не, блядь, это Альбот, не предоставлю. Я не буду это пересмотреть. Я назвал, я назвал Альбот, специально для Тимохи, блядь. Нет. Да и мы анекдоты рассказывали, господи, блядь. Так сказать, что вы, по сути, недалеко ушли. Я уже забыл, на каком моменте Тимохи отошел. А то, само собой, вот к третьим... На том, когда вот это, меню окошко такое большое. Пи-нинге. А, ну тогда ты ничего не пропустил. Я никогда не понимал увлечения японцев бейсболом. И скорее не понимал, в чем суть этой игры. Конечно, несложно запомнить правила, но мне всегда более интересно оказались традиционные виды спорта. Футбол, баскетбол, хоккей. И тут Майкл и Киоски, Америка, Япония, возможностейственные две степени, где вообще популярен бейсбол. Так что от Икар Буарфи я начал кровяно скучать. Ну что вы так заладили? Предложи другую тему. Заметимо парировал Майкл. Так какие у меня темы? Настроение у меня стало хуже некогда. Недавние рефлексии обуяли меня с новой силой. В них, но так же нельзя. Сочетанно побудил Киоски. Соглас? Согласен. Надо в любой ситуации мыслить позитивно. Ладно, не придумал футбол. Я был измотан морально, поэтому устал от всех этих мыслей, так что злился на них, у меня уже не осталось сил. А чтобы вы понимали, у меня достаточно и простой поддержки. Да, Ник, мы же твои друзья. Эх, ребята, все не так просто. Психологи уверяют, что нельзя все держать в себе. Нравоучение, короче, он пизданучит, понял. Что-то я уже не вижу в психологу. Иногда выговориться можно и близкому человеку. Майкл выглядел, как всегда, невозмутимо. Конечно, нет ничего странного в том, что друзья помогают, как с помощью, но меня никак не оставляло мыслить, что они преследуют какие-то свои интересы. Если говорить о Киоске, то тут понятно, любопытство. Он как рыба прилипала, питается слухами и спрячьями о чужой жизни. А что-то у него даже своё некое подобие своей информационной сети в школе. Просто веришь, что в этой сети начнутся пересуды и о моей жизни. Но если с Киоски всё... Блять. Если с Киоски всё было, в общем-то, ясно, то вот Майкл, он старательно сделал вид, что интересуются моей ситуацией постольку-поскольку, но почему-то мне казалось, что всё далеко не так очевидно. Ну, допустим, ты не совсем в курсе. Я не сразу добрался в курсе предыстории. Возможно. Холодно ответил он. Так мы и расскажем, делок-то. Хватило и мимолётного взгляда, чтобы Киоски тут же молчал. Это не секрет, это не подумай просто. Мы действительно просто, что мне скрывать. Наши прошлые отношения с Киоски не тайны, но на самом деле многие о школе про них знают. А я веду себя так, как будто хочу сберечь что-то сокровенное, ведомое только мне и, может быть, Кате. Это глупо, но... Блять. На всю школу, блять. Блять. У тебя отношения по звучанию. Замыкался моего в туалете, да? Да. Нет в школе знает про выкидыши, кроме Коли. Вот план. Это глупо, но в тот момент я не мог поступить по-другому. Неприятный разговор как-то сам по себе сошёл на нет, и мы закончили обедомцем неспокойно. Уроки тянулись мучительно долго, и вот, наконец, последний звонок. Я именно собираю ущербники в порядке, а опа моего стола уже материализовалась, словно выдают, из трансварпа... Варпа, из-за на пути, ахимицу. Ты пойдёшь домой. Будешь дома. Ну, хорон, блять. Пути школу купать, призер, ахимицу. Пойдёшь домой. Ой, она мило улыбнулась. Мило, как всегда, и, пожалуй, куда милее, чем в последние дни. Я не имела ничего против этого, но мысли о том, что я так и не выяснил, куда пропала кентри, но давали мне покоя. Но что предпринять? Логично оказались всего два варианта. Пойти туда, где она жила раньше, и попытаться разыскать её мать. Эля, а помогло лифтанавиам? С одной стороны, были некоторые шансы, что они вернулись в ту же курсиру, где жили раньше. Почему нет? Ведь квартира наверняка потольская. Пососная. С другой её мать всё-таки человек достаточно известный, так что, по идее, я смогу её найти без особых проблем. Но в то же время противный голос сразу нашёптал, что Кэтрин нет в школе всего один день. Виновата для паники. Эй, приём, земля вызывает, не как у нас. Да, извини, я задумался. Да в пизду, пошла нахуй эта Кэтрин. Знаете, Саачи, Кэтрин существует, чтобы ебать её мнение о вороне. Да, и выкидывающий, да. Ааааа! Что это? Это подсказка! А почему ты пока мой этот балл зачистил? Понятно. Вот как странно получиться, ждало полтора года, а теперь один день потепить не состояние. У Кэтрин могут быть десятки причин, чтобы получить сегодня занятие. И наверняка, точнее, они все никак не связаны со мной. Пойдем. Химица выглядела какой-то чересчур довольный. Я уже хотел спросить, что случилось, но не решила словно по привычке придумывать правдополудное вранье. Что угодно, лишь бы не говорить ей правду. Хотя, чего мне сейчас бояться? Ведь я решил не суетиться по поводу Кэтрин. Наверное, просто слишком привык скрывать от Химицу свои сильные чувства, в чьих-то попытках не причинить ей боль. Никакон! О чем думаешь? Ну, я... О, получается у тебя хорооо. И вот опять. Да так, о школе осталось-то всего ничего, а потом взрослая жизнь. Я угнулся, чтобы несколько сгладить кажущейся серьезной темой. Давно пора? Ну, я же не ты, у меня все сложнее. Это почему, вдруг? Ты же давно выбор сделал, будешь учительом русского языка, а я пока не знаю. Химицу от чего-то покраснела, но продолжала все так же определенно смотреть на меня. Лучше раньше, чем позднее, да и времени подготовиться у меня больше. Да кто ж спорит, только всё это хорошо, когда заранее знаешь, кем хочешь стать. А вот я, честно говоря, не хочу я никем становиться. Не как он. Пойду работать продавцом в магазин за минимальную ставку, а по вечера буду напиваться без памятства. Не как он. Блять. Ладно, ладно. Если я стану учительницей, то... Лучше Харлону, либо я. То мы могли бы... Давай ты, Куда. Окей. В следующий раз посмотрим. А качание фразы повисло в воздухе. То есть ты мог бы... Что? Димитация качельно запуталась в своих недомогах. Ведь раньше у тебя были мечты и стремления. Это когда же? Размеялась я. Раньше. Это какой крик? Она изо всех сил топнула маленькой ножкой и остановилась. Полтора года назад. Что-то не припоминаю. Конечно. Она явно говорит про то время, когда мы еще были вместе с Кэтрин. Но кем я тогда хотел стать? Тоска и боль, словно стерли сломать и все остальные воспоминания. Нет, конечно, я помню, как нам было хорошо вместе. Мгновение радости и счастья. А потом ты неудачно кончил. Но он явно не хотел стать хорошим отцом. Ну, вот типичный русня. Блядь. И ушел нахуй за хлебом. Ребята, вот это чувство тех, кто... Точнее, она улетела. Чувство для всех тех, кто будет смотреть этот видеоролик. Чтобы вы понимали нахуй. Тут четыре русских. И вот русский говорит о русских, как и русне. Вот не охуел ли он, а? Слышь ты, русневый пидорас. Пошел нахуй. Да, да... Блядь, да короче, иди нахуй. Безосыном, сука. Ладно. Но при этом совершенно забыл кое-какие бытовые обыденные моменты. Словно весь тот период моей жизни задыкался на ней. Кэтрин, 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 Кэнтрин, Кэнтрин, Кэнтрин. КАНТРИ ГОУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ как нельзя более у места химицу ну хватит не начиная 5 что хватит что не начинать пожалуй я настолько привык додуман из-за нее что уже автоматом приписывал и то что она вовсе не говорила и не хочу ссориться тем более не совершил никакой причине прозвучал совсем неубийно поэтому я решился на крайнем мире еще тут с тобой они бегают закрытлен пора положить конец нашей любимой игре в эфемизм и а где же тебе еще быть неожиданно спокойно отреагировала на ты же все-таки не враг себе но если ты так ставишь вопрос она улыбнулась и уверенно сожигала сторону дома что это вообще было такое химицу сидя в моей комнате и делал уроки а я лежал на кровати читал мангу казалось бы обычной картины если здесь обращение в киосках блять не хочу станут со жирным очкариком надо а мне даже не надо установиться ты смотришь аниме я сейчас по-моему пересмотрю бакуган ну все-таки узкие меня и ник на киоске срочно она есть плюсы зато у тебя нет выкидыша нет есть еще один плюс есть замечательные друзья да я че лагает все жестко ебать лагает залагал и кончил в бабу вот все 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 дебята всем привет киоске блять я воду себе налью а то пиздец да по моему в этой игре и так воды налито духу я чуть ли а потом понимаешь что приходит это сады игре на одного выкидыша больше он вы я кстати по уму есть там вот и даже в него ну не такие прекрасные как тут я могу взять зовите ведьмака нахуй блять щас вы ведь пока не случилось это выкидыш да блин у него защита зашита защита меня слышно да вы бы видели че щас у меня сейчас в экране происходит анальный диск джо джо байден казалось бир морги если бы не наш разговор парочка про не вот стоит даже могу застрелить нет не смогу пути там реально джо происходит да а жестко только я посередине а вот это в разных качеств вот сейчас вот которая сейчас в расширенной версии и в белом все чё блять о чем речь я пытаюсь как-то это объяснить кинь фотку скринь уже поздно да пропала а чё происходит кинь джо кинь копа фото по моему новинку видео секретную сцену заделывание выкидыша ознавление пришло блять с неба почему она вела себя так как будто ничего не произошло мне в какой-то степени было не комфортно но я все же не решался отвечать и какими чтобы катет на нее все не испортить не как у на как правильно пишется это смотря что-то конкретно хочет делать освещает нам путь тогда через я что пишешь сочинение на тему религии и вера в романе достоевского братья кама карамазовы пиздаты кстати братья камазовы чё братья кама карамзоновы капзоновы законы попали на камзону злые суэс напали на новую камзону неужели я заведу химицу на школе преподаватели большинство самых распространенных в мире языков однако я с самого начала отказался татей изучения русского как иностранного вроде бы мне и так нормально верно а выходит что неверно и как на интересно почитать там узнаешь блять а он большой не мешаем а у тебя вон там манга свои есть тренинг из космонии я кольнула у меня еще сильнее скажите сударыня я легко скачет кровати пошел на кухню продолжение меньше минуты и так и не появилось но я обижать на то что ее жилье таки не верится вокруг меня ну и ладно убирать его год убил мужику блять а не мог мог тимоху трахтала а не понял ужас что за тимоха выкидыша жертва аборт там это постей постите пока это никогда не делайте аборт мамочке и и со мной сделали аборт на и убежал и жила это магазине на полке царевки беременную женщину убили микрохидом родился тимох нет это это еще слишком слабо на самом деле выкидыши что происходит у меня я зашел сразу компьютер запустился не голоболз мне страшно не пиши чё я пропустил ничего ничего это тест в уровень паблики в году самое лучшее порно м.ком время ужина а мне мог мог это быть скин такого заданный больше на себя я полез холодильник доставлю с пицы и овощи по крайней мере омлет осилить я могу омлетовый мир победил неплохо а как там федор михалыч но у него все-таки более философский вопрос чем яичник и там лет лучше я и начал жевать в полной скорости нет совсем не знаю все скорее стыдно что по сути я полный ничтожство даже по сравнению с химией но ты признаешь это хотя бы ах ты почему даже ясне 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 признает это погодите погодите я даже не про колю сейчас а про мотвей Что охуел, блять?! ХО-ро-шо- ДЕ-ВАЛ Вы про что? ХО-оли Я всё ещё не понимаю, почему люди с мною общаются за такой хуйню Потому что мы практически такие же Потому что мы все друг друга пиздим в нахуй. Это настоящая мужская дружба. Мы можем ёбнуть кулаком по роже друг к другу, но потом мы будем бухать вместе пиво. Это будем по-дружески! И потом мы будем вместе бухать пиво. И ебаться. Это обязательно. Выдавить вообще на целом, блядь этот саксовчик. Бля, да всё-таки Коля урод, блядь, неужели он её всегда считал, блядь, предметом интерьера? Ну кстати, вообще правильное отношение к бабам. Дашь почитать? Правильное, но только если этот человек базирован, но не Коль. Коля нет. Он даун просто. Я посудомойку накормил энергетикам. Ты посудомойка, но королева энергетика? Чё, блядь? На бою! На Боливии? Ты! Ты посудомойка, королева энергетика на Боливии? Стой, стой, стой. Помолчите, получите. Тимоха, ты зачем мать-то поюта? Осуждаю. Блядь. Ну если честно, я в начале об этом и подумал. А это перебор уже. Я, блядь, я посудомойка, королева энергетика на Боливии. вообще не туда ушли интересно в конце концов это же русская литература нет совсем никакой фантастики не смешно я не хотел тебя видеть построена произнесла химица да я не обвисся просто и порт и вообще интересуешься всем этим не так ведь нет я понимаю что давно она прям так серьезно даже пчелософия какая-то ответить сюда же можешь меня я стараться говорить спокойно мой год голос звучал на тон выше чем нужно ну я не мальчик я просто школу пошла позже пусть так и все равно блять я же не как у никакой и какущий в постели да нет какущий так мне никакущий на вроде он даже нормально как так можно сделать вообще-то могла кэтрин постараться с флюхой там знаете просто в чем прикол возможно он помог он сказал он знаете что сказал и хуйну ногой удар ногой брат и так вот вообще все просто отлично сначала кати возвращать местами с того а теперь я оказываюсь буквально самым тупим человеком школе и титян и тут я понял что пары критика слотну лишнего это нет просто крыло пришлось им сок ложила палочки стал за стола ничего все в порядке я пойду не правильность поняла я просто никак он все пальцы прям я только думала что-то что ты сказал днем я пойду ничего не выражала я просто не знал что молодец герой обидел бедную химитсу вручите ему медаль блять будет охуенно если мы это выйдем на плохую концовку с ней это это постараться блять наверно было в тот раз и здесь на крышу разговаривать разговоры с крышкой для хорошей концовки либо ебать крышу лучшая концов крышей справились ну да а там можно конечно надеюсь на секретный путь как в яндере симулятор так сказать спидран ну друг сиди у нас крышу и встретился с выкидыш блять каждому совету зачем я начал сейчас пытаться шутить на друга филикс ну так чего начал чего блин то он он оттянулся хорошенько а я дискорд не могу открыть это кара на типа открылся где вот это кнопки пуска вот это я не могу уже мышку туда отправить ну тебя забрали управление ты больше не властен в этом мире а главный все там по холодно она просила на прощание то она просила на прощание сока если ты сказал выкидышки телки бука дот уже там и тупой что не заболтнул все не папа блять какие же вы братье просто услышим на история чай как он сдох или у чё-то у него меня все устраивает харон да ты в принципе никогда не отказывался харон никогда не отказываюсь прыгнуть девятом этаже харон да если харон отошел и он не услышал эти замечательные шутки я повторяю вас не буду не не ты ему таймкотал сайт нахуй специально хорону блять и временем уже совсем я сейчас я слышу я просто не кушу а я тоже вообще-то друг фидикси это скидыш помимо всего пошел и абсолютно бесцельно кэтрин так и не нашел зато послал со схемицу гений как типичный миллион если что в голову взбредет то я буквально с маниакальным упорством буду добиваться всего буду добиваться своего вообще внимание на последствии и сопутствующий ущерб если брать мангу который так любит киоски то там герой не часто выбирают путь на меньше сопротивления низко подумали не трутся смысле как бы я еще комп не сгорел у меня по сути 24 на 7 сейчас включу он очень не выключался как я по сути его в 12 включил и он просто так и не выключался после этого а он вчера копил это не так страшно мужики но срочная новость в рыбинске чиновникам запретили продумывать коррупционные схемы в рабочее время бля россия чистится да просто запретите в рабочее время а этот и поставьте 24 часовую смену не на карте брать как по мне когда самый шар оправдывает и цель средства допустим я даже добьюсь отказа каких-то объяснений но не спорчу ли я тогда кричать на отношениях семицу а ведь нет никуда не деться вопрос записки звонками не сильно угрожает опасность впрочем сейчас голова была забита совсем другим типа и душа сейчас не пить опять точнее это не 50 если ничего не изменится скачем а химицу меня так и не просит то убивайте ради бога но если я сейчас отступлюсь закончили все на этом я пытаюсь оставить себя я пытаюсь поставить себя на место химица выглядит неправдоподобно так ничего не выяснив он просто забыва такая а вдруг вдруг фидикси решил повторить и трюк из видео где там мужик прыгает там с какого-то этажа и в итоге не разбил вдруг охвата говорит трюк николая свечи не только когда это раз не получилось деревья не спасли не это как этот типа где школьники прыгают с крыши в пол и там этот мальчик приземляется вниз и типа танцуют но я вот это и раз типа мужик ебаный рот и в итоге приземляется начинает танцевать а если ему сказала мама если все прыгнут то ты прыгнешь и он такой да пизда это мне очень понравилось как тихо это человека назову человек ебаный рот это новая новая кличка новая эра тебе назовите его хочу я к ебаный рот я еще тебе назову давай вниз могу потому что прав да ты прав а я лев или могу не могу ну ладно не буду я не его окончена и мрэ я победил кстати что ты а ладно хотя никогда что кивицу такой расклад вполне устроить может быть сейчас да только вот нам больше не по 7 лет еще раз или два и потом она уйдет поплачет и оставить все в прошлом лишь как одно исполнено им детство я сам с трудом берет свои логические выкладки но погоняем и без безотчетными страхом продолжаю городить хоть сколько-нибудь протоподобный тег правдоподобной теории не было стыдно перед химицу в то же время я никогда не могу быть кэтрин с головы я после событий минувшего дня уже не знал что к ней чувствую крайне мере не был до конца уверен это усталость это пройдет а дашь начнется вновь нет так дальше нужно ее найти и отпустить или что или сейчас пусть и издумать не хотел может быть боялся какая к черту разница последняя машина тихо скрипя покрытками проехал по улице в мой район токио погрузится в предрассветной тишины загрузка комплекс до полного уничтожения комплекса осталось 90 секунд надо было все сначала типа активировать в обе головы надо мегалобасу было молчать давай все молчите я тут что-то пытаюсь как-то нет я про я про неудачно кончил да это шутка поезда неожиданных да а чё за тут скид я просто не палать огромные стены с невидной текстом а тут предостойно по моему игрой не а господи человеку можно значит судить по тому как сильно он ждет выходных если провел будни в трудах будет вымотать ей желание просто находит выходные для тебя за пшена награда если тебе все равно просто если деле это ты лодырь и тунеядец так говорил мой отец вряд ли он был из лишь строгим скорее как будто болезненно справедливым возможно он он больше не мог мириться с советскими тоталитаризмом тоталитапным строем а может причины куда банальнее и приземленнее все это недоступно для понимания маленького человека которые выдергивают из кричной жизни за руку в аэропорт папа тащит за собой огромный чемодан который самолет загладывает все аппасы жидок а затем взмывает ввысь к солнцу выше хотите слышать и кара про которого я читал свой реки миф в древней греции когда не было совсем не страшно верно я просто не понимал что в действительности происходит самолет мягко повывающий по обычному ковру и заблоков больше походит на корабль мирно скачущий на волнах а когда внизу появляются очертания лесов рек городов из крайней просторы степей и тундр от картины чего-то кажется нереальный как будто смотришь фильм диафильм совсем другое дело аэропорт в чужой стране чужой город как будто другая планета сравнена с моим родным городком множество странных людей случаясь куда-сюда разговаривать на неправильном языке огневые высыпки бесконечные величины машины я крепче стволяюсь за мамина пальто после чего на ене и меня подхватывает в конце за собой этот поток заберет туда откуда не возвращаются маленькие дети но папа выглядел напряженным у него то и дело пульсировала вены на виске в наш тесно-гостничный номер постоянно прикрыли какие-то люди некоторые говорили по-русски но я не понимал о чем именно а потом мы переехали сюда никогда не мог бы подумать что все это только для нас троих моя старая комната казалось огромное я строил от форты из подушек прорыву на кровати и даже самую малость не доставал до потолка а в шкафу который мама назвала тщесловаткой стеной все остальное громоздкий предмет мебели который занимал большую часть гостиной считается признаком достатка средствами зала в конец все закрывающие мира после этого наш новый дом представлялся мне скорее бар барскими хоромами из карты пушкина очень рада я познакомился с соседкой девочки и со странным именем она была через туза встречами никогда не рассказывала с простенькой не расставала с трёхской тряпичной куклой но зато говорила по-русски хоть и с акцентом она не умела играть в казаков разбойников это меня очень сильно огорчало как будто до знакомства со мной она целыми днями читала свои глупые книжки с каракулами ну да в первом классе был предмет чисто писания а тут как будто школу вообще никто не понял на как в ее книжках были прикольные картинки да и японские музыки я со временем начал понимать не весьма очень новой подруги конечно она не перестала быть странным я привык к ней и она по сути превратил для меня единственного близкого человека помимо родителей выходных я естественно не ждал вся разница для меня заключается в том что сегодня не увижу кэтрин просто с ней так и осталось в сеть воздухе да еще и вчерашняя ссора с химицу я не могу сидеть на двух туле их не могу притворяться что ничего не происходит не могу пустить все на самотек это понимает кэтрин это и понимает химицу с и бездействием я в итоге оттолкнул себя их обеих только не понимаю тут либо есть выбор вот четыре девушками но пара их параллельной сюжетной линии между двумя как я понимаю например ну да и отрина химицу и вот или и каком и ночь посмотреть тут это аналогии проходят либо ты выбираешь в первом в первую развилку ты выбираешь либо близко все человека либо того кого откинул от себя а противоположный ты выбираешь либо это богатенького человека у которого нету комплекс который все уважают общество либо ты выбираешь чмоню диплевую вот так вот скорее распущенность и короче как я понимаю они будут между собой бодаться во второй метке также ебливая чмоня здесь только николай с этим согласен но тут никто не будет а если попытаться то мы разъебем по факту и спустим до него от разда а если отталкивать дальше уже некуда то вот спектива потерять мидс меня по-настоящему пугало а дальше нужно что-то решать мне не хотят думать что придется делать выбор ну что звучало как приговор да я просто не мог не решался представить что мы снова может быть вместе с каждым и мидсу не пришла очень еще удивительного даже у нее есть какой-то предел после которого приспать самоуважение наш вчерашний соло ссора стала последненько ай блять закруйся этот день а если бы не возвращение 5 сколько бы это могло продолжаться сколько подарков я просто сидел на кухне и бесцельно таращиваться в пространстве перед собой ну и задачку мне выдала жизнь я решили что ты творишь нормально все было башни вкус оттуда бы убить что нахожусь не в вакууме вакууме не распространяется звук тепло любовь прям как в котинском сердце нет все таки че он несет еще больше ненавидев этого персонажа нет все таки висит сними необходимо автор там и малыш найти ее ничего не выйдет искать эту девочку пусть даже американку многомиллионном токио глупо затея еврека она сама не хочет чтобы нашли да и мы ведь увидимся в понедельник школе я просто не мог сидеть на месте чего встала на же ходить по кухне из угол в угол затем принялся наворачивай круги по дому вышел воду рост во двор ощущение собственное бессерия давит угнетает почувствую себя как вольный хищник маленькой тесные клетки вот бы вырваться на свободу и тогда я им покажу все больше загоняли меня в пучины черные хандры звонил телефон как-то просто и очень грудничный цене время я будто бы уже научился определять кто именно звонить и даже не снимаю труску вот сейчас показал что все в порядке алло эээ ник, здорово я положил труску нет только не он его глупая жизнерадостность на контрасте с моей меланхолией может создать гремучую смесь и пострадают невинные люди однако все же надо было решить что делать дальше рефлексировать до вечера или что-то предпринять я не знал где искать Кэтрин но велико мое желание просто уйти из дома когда не подальше где я хандраю меня не настиг давайте это давайте заставим его страдать нахуй я думаю что если мы пойдем там ну типа встретим Кэтрин за все дня ты сказал страдать месяц знаешь ты сказал просто там сейчас выбор да как я понимаю да пойти блять или остаться дома я думаю нужно страдать так ты как ты сказала что страдать и мне сразу в сталкрафт начали пинговать иронично карманы путеводитель haron в действии случайность случайны ладно жми уже остаться остаться что назад назад гуля от как неочевидный выбор бля со своим коса арон какого хуя прямо напротив моего дома через улицу стояла но это прикольно конечно не обау блять нет ужасно удивительная клерика в нашем районе традиционные плоски сели вот такие вот особнячки на европейский манер если было наполовину русской она половина щуркой но не думаю чтобы она хотела жить в избе а в детстве я ездил в деревню бабушки дедушки у них как раз была типичная русская изба удовольствие дедушка и химиты жили в старинном японском бумажном доме 0 из 3 по вкале 3 поросят как бы я сказал никакой похоже замечтался привет как дела и с двумя большими пакетами шла со стороны рынка все хорошо у тебя и у меня куда собираешься да вот решил прогуляться что чего просто ослабляла минимальный уровень вежливости минимальную для нее слушай весело начал я неожиданно весело даже для самого себя проси мне это вчерашнее не знаю что меня нашел все порядке я понимаю я серьезно не думаешь что дело в тебе дело во мне девушка говорит вам что дело не вас то дело точно у вас если это говорит парень а если это говорю я уходит глупость и или того хуже хотя знаешь что забудь сегодня такая хорошая погода по ним гулять что прямо сейчас чему-то слегка приподнял потерь на что у нее дела добрым сейчас выходить одно сегодня или нет никак он я даже не знаю даже обед приготовить для постоянно работать без отдыха на химицу не только регулярно которого мне но и взваливал на себя все домашние обязанности и родители развелись так что давай не подключил к ней и вот при движении выклатил пакет и убежал и брюсал но как-то не охотно слишком робко как детстве ладно тут она и громко дышка в доме я не перестал думать о кэта бля тут уготы все портится ебаный пет однако все-то дать она реально ебаная вопрос состоянии дождаться до понедельника я не мог сам выкинки водку вы мне не было отлично возможно по многим причинам химики для этого походит не лучше всего сегодня утром у нас как будто свела тупо не верю потом свонения но многие вещи в жизни отчаянно три это точно не совпадение до хран загрузили еще сохранение не совпадение на отчаянно трудно объяснить логически ну вот и я подожди минуту секунд минута секунду ты где-то 5 сука секунда прошла я продолжаю чё последнее что издал выкидыша я подавился семечкой как вы их живете охуенно я прямо сейчас это делаю надо будет надо будет наверно быть а вот потом будет не сегодня а пошел на бармен я предлагаю нам нужно это блять полный набор блять этих мужиков и героев которые нормально относятся к коле пока как-то майкл 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 да и начос сан вот этот вот и и чинос этот начос начос на правое ебало то что я думаю тут коли никто не захочет называться говоришь мужиков которые нормально к нему относятся клуб любителей николая не планировал встречаться со мной да как так не запланированная да ну слушай так получилось чё получилось гондона нет сервер залагал я не успел вытащить пинг пинг большой пиздец 6 тыс пинг 6 тыс залагала бы на сервере пинг 6 тыс ну чё поехали пока я думаю мы должны продолжать тянемся следующий выбор остаться дома должен быть окей на юриц сиялась сливая улыбка ура пинге плевую упаса паркнул в неё просто до но коли план до рефлекс просто так как рефлекс ума ну что пойдем уже пойдем а куда куда ты хочешь да вот об этом как-то не подумал янг че он янг че он зачем она это делает она ждет хуй но она хотя бы в рот выкидыш не будет я думал как пошутить сейчас насчет этого за меня уже все решили ай блядь вы знаете что ребят мы возвращаемся к утопникам а также к нашим любимым топленым котятам ой сука это новый форс а как дефектарды с котятами да блядь и раньше были котят а теперь ой выкидыши и выплюшись теперь дров выплюши сука блядь это а вы знали что сперма из члена выходит со скоростью 300 км в час а выкидыша с какой скоростью выходит ну это смотря как ткутная как тужица откуда ребят ребят что вы понимали Кэтрен несколько месяцев вынашивал ребенка а Коля вынес его с одного удара хахахаха женщины вынашивают ребенка 9 месяцев че они такие слабые я вот с одного удара так ладно ну че поехали поехали ээээ Коля давай ой я у ебаных хул то достал из под края ой из шкафа хахаха 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 сын тимох и сын пошел давай я вебку включу и покажу этого еблана с дикси еблана блядь ты сына в дикси оставил блядь у тебя там труп лежит человек из дикси хахаха трупца из дикси он труп лайфхаки он трупал лайфхаки блядь как спрятать тело как спрятать сына а почему нельзя тут вебку включить не понял ну что ты не в на онли фансе окей щас фотографирую урод хахаха с другой стороны эмоциональный окрас не менял сути выбирать все равно пришлось бы мне ну ладно хорошо пойдем в парк аттракционов кажется ты давно хотела я хотела ну может быть нет если ты не хочешь не как он ну хватит уже пошли она игрила взяла меня под руку и потащила за собой эй девушка полегче родители рассказали мне про в днх но побываю но побывав ребенку впервые в японском парке аттракционов я какое-то время думал что они уехали из союза именно поэтому настоящий мир детства мечты наяву все реалом слева да да не вижу инвалидной коляски пап стенка вот такую чмо нет вытащил кар абсолютно мат а настоящий мир детства мечты в осознатное и бух улице сейчас мало меня занимала адренда cicina радовалась как маленькая рада сустав FIFA лесен даже дом с привидениями пойдем конючила на а ты не боишься не боюсь 8 лет разработки все это админы вытыха стоять да вон они слева направо вот мы любим зверх с андрей и фрис и в россии в россии в европе ну и она тоже тогда что там скотт у меня нет вот он адекватный во первых он не админ и уже давно и вот он не играет в ссылку так что все не боюсь стоит появить но ведь весь смысл ведь в этом и смысл да и нет на самом деле ничего такого страшного не по большому счету было все равно но сама идея домовведения мне всегда казалось глупой не любил я и фильмы узышев и фильмы ужасов ну серьезно реально испугать куда сильнее а уж моя в последнее время прямо такие фильмы фильмографии чкока то есть ты хочешь спугаться на штуку хотя и и понимать что бояться нечего ну нет но кстати там на в днх из дома ужасов я там в него заходил там но есть прикол а внизу типа да там чего когда стал микрохит и умер нет так значит он дергает на ноги я просто появился желание ему пожать руки просто в следующий раз если будут так как подпишите на спусты жмите он депутат сам из фига этого этапа в этом году клим царе и добрый день киеву я хватаю за ноги только салам алейкум брать чак а так и это истин а с утром внушем вины для меня так просто пойдем не как он ты же сам бывает говорит что сегодня выходной а ты все ворчишь Видимо, люди просто хотят встряски и адреналина, хотят отвлечься от постоянной рутины и испытать какие-то сильные эмоции Наверное, именно поэтому меня ужастики и не привлекали Моя жизнь, подобно мне эмоциями, была буквально переполнена Ладно, ладно Ебать, арты, нахуй Новые арты, сколько прошло времени? О, что за справа, что? Четыре часа? Блять, она как Ульяна выглядит Восемь лет Ну, Алиса, это уже была Вот это Ульяна Шок! На самом деле, это выигрышая Ульяна? Блять, как это, что ли, блять, это как его там Как звали вот эту вот Мику-нюк Нет, 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 нет С велетами? Нет, 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 это, который типа Герла Герла, что ли, это, параде Что? Какую Герлу? Ну, блять, пародирует героин, что ли? Ой, блять Которая типа задистая такая в этом Бэл Алиса, что ли, блять Которая кошка? Нет Которая встречает в начале? Алиса должна примчиться Этими рыжими волосами А, погоди Похуй тогда Похуй, похуй Похуй, похуй, похуй Ладно Забейте, 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 забейте Забейте Выкидер А, блядь Не трогайте его Он покупатель Постоянно Чего, блять? Антидепрессантов? Пиво Дом с поведением был населен Различными юкаями Из папье-маше Оборотнями Женщинами с длинными шеями Блять, с женщинами с длинными членами Чё ты вытянулась И прочей нечистью Из японского фольклора А это что, лифазмофобия сейчас начнется? Юкаи тут Нет, это эсэлка Я не испугался бы Даже если бы понимал, почему Должно быть страшно Например, енот-алкоголик Это, по-моему, достаточно мило Чего, блять? Енот-алкоголик? Что, блять? Новый вент на ВТХ? А, Танукья Енотовитная собака Новая собака, чё? Девять-девять Иммигрировал вы Енот-алкоголика Енот-алкоголик, блять Новая собака Это, типа, её можно таблетками напоить Или чё? Да Да, и надо начать регенерировать хп Мы продвигались вперёд медленно на части Потому что здесь было темно Кимитсу крепко обхватил мою руку А в особенности пугающие моменты Давлило Её даже до боли Ну как? Уже можно бояться? Ну вот вечно ты так А что, главное, чтобы тебе нравилось Признаться, я уже начал откровенно скучать Как вдруг Тише Прямо из темнотрии Где идти из подвала Прямо с темнотрии Это тот самый выкидыш Призрак выкидыша Призрак выкидыша Я отскочил, потащил за тобой химитсу И наугад отмахнулся в сторону Выпредьющего нечня Призрак заотрепещал И с харатеным звуком Ручился картонно А сел на пол Это что сейчас такое было? Кёдзя Кимитсу засменялась Да похуй Чё за кинзя? Ну-ка Давай прочитаем Что это такое? Кто это? Ты кто по масти? В японском фоне Демоницы, людоедки Устращающего вида Типа суку Ела что? Ясно Бабушки, блять В МФЦ Бабушки В РПЦ РП ситуация? Тупь, блять Я знал, что тебе понравится Тип, что? Ну нахрен Ганнибализм ПРП? Да Коммунибализм ПРП Действия Слил матери Слил матери Шашки Слил мать Слил аборта Дальше мы шли Ещё Я теперь пацаны Смотрел по сторонам Оглянулась Не хочешь Ты ведь В 18 лет Помереть От развива сердца Блять Типичный Даркнесс Данжен Ты же сам Как говорил Что здесь Ничего страшного А тут нет Ничего страшного Просто неожиданность Со всеми бывает Ну да Конечно Конечно Группа Отведил я А сердце Бешено стучало Ну ладно Что ты от меня хочешь Да Я испугался Я рада Рачему Теперь ты у нас Садистка Нет Просто Она Смутилась И Полупила глаза Как будто Не собралась Продолжать Но всё же Решилась Я рада Что ты смог Отвлечься Отвлечься Отчего Не понимающий Спасил я Но по взгляду Химицу Полному тоски И печали Всё сразу Стало понятно Извини 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 Конечно За вчерашнее Поведение Но Со мной Всё В порядке Мне Не нужно Ничего Отвлекаться Гудящий Вдалеке Юкаи Как будто Даже замолкли Нгновение Увлечённый Нашим Изговором Прости Не хотел Опять Всё По-новой Нет Чего Ты Дьявол Бить Не в тебе То есть Я Сам Так Сказал Дело Всегда Не в тебе Дело Вообще Не может Быть В тебе Что уж Там Не как Он У меня Вдруг Резко Расплетит Голова И мысли О Кэтрине Находились Новой силой Делай Боль Невыносимой Хватит Пожалуйста Сват Делать Вид Что Нам Всё Ещё По 7 Лет Жили Дело В этом Вся Проблема Состояла Именно В этом Учителе Умня Микрофон Молок Займись Молочи Неужели Всё Время Проблем Стояло Именно В этом Именно Сочин Не Хочется Взрослете Думать Что Можно Всю Жить Прожить Дятия Как Ребенок Ребенок Боится Боли Огорчение Боится Что Когда Его Ругают Не Любят Когда Ему Указывают Наши Ненавидят Когда Отбирают Любимую Игру Ребенок Не хочет Делать Выводы И учиться Не хочет Зрослеть Химицу Хватит Но Она Вроде бы Что-то Хотел Сказать Но Замолчала Пацанер На меня Кстати Чё Там В Майнкрафте Дрозд Там Просто Пиздец Чё Там С рыбой Сдел Взрыв Сдел Всю Что Ли Всю Рыбу В Майнкрафте Сожрал Пожалуйста Хватит Не понимаешь Что Только Девушка Куша Не надо А мне Так Заботиться Я Не маленький И способен Сам Принимать Решение Ага Умеет 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 Выкидывать Блядь Сука Довел До слез Девушку Медаль Герой В очередной Раз Похлопаем Герою Браво 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 Николай Где Медаль Где Где Я Буду Весь Увешен Орденами Три тысячи Куев Тебе В рот Николай Молодец Никакун Пожалуйста Не надо Ее Маленькие Плечи Задрожали А Проведение Тут Затихли Ты Можешь Быть С ней Можешь Быть С кем Хочешь Только Не надо Так Можешь Не надо Не надо Не надо Смешно Внимание Я Винил Химицу Винил Пожалуй Незаслуженно И Слишком За Многое Но В тот Момент Просто Не Мог Становиться Молодушно Перекладыв Свои Проблемы Других Тем Более Близких Людей Но Когда Больше Нет Сил С Нем Справиться Самому Порой Не Остается Другого Выхода Или Я Просто Придумываю Раз Я Сам Разберусь И Сообщу Тебе О Своем Решении Химицу Флипнул Последний раз Убежала Майя По пути Картонов Юкая За ней Захлопнули Дверь И Я Стал Стоять Один В этом Потешном Бутафорском Аду В то Время Как Самые Настоящие Демоны Сни Дали Меня Изнутри Ну Хватит Уже Моя Жизнь В последние Недели Преватилась В дешевую Телевизионную Драму С Дряным Сюжетом Только вот Жизнь Это не ТВ-шоу Которое Можно Просто Выключить Дальше Будет Лишь Хуже Если Я Продолжу В том же Дупе Через Пару Лет Не останется Ничего Только Боли Пустота Как После Потери Родителей Не хочу Не могу Потерять Еще Одного Близкого Человека И Не важно Что Я Там На самом деле Чувствую Ноги Сами Понятят Немня К Выходу Выбежав На улицу Я многоменее Слеп От Ярк Солнечного Света После Мрака Дома С Привидениями Контраст Был Слишком Сильный Насколько Достойный Этот Человек За Которого Мы Играем Просто Блять Там Кстати Это Чувак Нет Слов Ладно Вот Супка Даже Не Дуд О Чего Он Там Говорит Жрала Сах Ничего Не напомяло О том Что Буквально Пару Минут Назад Разрыдалась На Взрыв Рыдала На Взрыв Раньше Что Ее Покрасневшие Глаза Добрый День Можно Сами Познакомиться У меня Суд Николай Я Подойдя Ближе Подышала Глупо Неуместно Но Химицу Любит Таких Шифр Коей Мере Любила Раньше Нет Нельзя Я Смешное Выражение Лица Вот Такое Я Сильно Дув Щеки И Выпущил Глаза Химицу Засмеялась Ну Хватит Нет Нет Я Вам Точно Говорю Именно Такое Выражение Никак Хватит Я Сего Рядом Но Не Слишком Близко Прости Меня За Сегодняшнее И Вообще Давай Просто Больше Не Будем Об Этому Я Захнул Собирая Силами И Настраиваюсь На длину Молонавог Хорошо Крутко Сказал Химицу Не отрываться Своей Сладкой Ваты Я Хотел Сказать Что Все Так Просто Конечно Зачем Ссориться Если Можно Не Ссориться Само Собой Блять Че За Ты Быстр Я Лишь Хотел Сказать Что Поступил Неправильно Не Затужило Такого Отношения Я Знаю Она Вдруг Пелиско Повернулась Ко Мне Серьез Сказала Никакун Хватит Я Все Понимаю Ты Не Хотел И Больше Так Не Будет Правда У меня Невольно Мурашки Пробежали По Спине Да Конечно А Если Будешь Что Я Тебя Покусаю Блять Химицу Раз За раз Все Чуть Не Половину Ваты Новая Псина Мимикрировала Под Химицу Че Боюсь Боюсь Засмеялся Я Но На самом Деле Было Не К себе А Теперь Пойдем Я Я Че На Машинках Покататься Вот Машинки Это Дело Может Без Кто Катался На Машинках В Парк Все Катались Я Катался На Машинках Я Сбил Деда Потом Бежал За Мной Блять С Куйной В Руках Блять Орал С Клюкой Наверное Блять Я Не Оглядывался Помню Кстати Эту Историю Там Друзья Шли Короче По Заброшке Ну По Заброшенной Брельце Хотя Они Не Заброшенные Но Короче Редко Используется И Шли Там Какой-то Дом Зашли А Там Какой-то Дед Они Начали Убежать А Того Из Нашего Схватили И Этот Дед Его Поставил Раком И Больше Его Никто Не Видел А Этот Дом Случайно Не Был На Крайней Деревне Да Это Посел Городского Типа На Крайней Деревне На Холме Стоит Старинный Дом На Крайней Поселке Чертовщина Творится В нем Там Даже Роди Друзья Скидывали Видео Как Либо Ебал Дед Я Потом Поиск Ищу Блин 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 Такое Разочарование Может быть В такой Перемене Настроение Химиции Не было Ничего Странного Просто Считанный Механизм Отгрессия Проблем Игнорируется И делает Вид что Ничего Не Произошло Я Ж Никак Не Мог Отделаться От Тех Мыслей Что Пришли Мне А На Том Видео Буд Тут Крики И Лес Гни Цепей Вот Это Да Что Пришли Мне В голову В доме С привидениями Но Стыд Засодеянное Воспоминание О рыдающей Химицу И вина Перед ней Не давали Мне Возможности Все Как следует Обдумать Может быть Потом Когда Она Немножко Успокоится Я А ведь Я Даже Не смогу С уверенностью Сказать Злопаведная Химица Или Нет Она Никогда Серьез Не Обижалась На Да Что Там Ни На Кого Вообще Боже Адуванчик Как бы Сказала Моя Мама В детстве Химицу Много Болела Поэтому Пошел Первый Класс Тогда Когда Я Пошел Второй В то В то Время Я Почти Не знал Японского Об этом Ходил В посольскую Школу Мне Было Приятно Общаться Отечественникам Но В то же Время Жал Химицу Она Так Хотела Ходить В школу Месть Со мной После Уроков Я Читал Ей Книжки Которые Нам Задавали На Дом Она Внимательно Слушала И Никогда Меня Не Перебивала Хотя Сама Читала Лучше И Быстрее Меня А Потом Химицу Пошел В ту же Среднюю Школу Где Учился Я Одноклассики Подтрунивали Надо Мною Мол Мы Уверен У нее На этот счет Было Своё Мнение Совсем Не Такое Как У Меня Время Шло И Наши Отношения Менялись Я Привык Давайте Через минут Давайте Через минут Двадцать Тогда Ну Еще Минут Двадцать Посидим И Потом На Часик Отдохнем От Этого Ты Там Воды Попьешь Я Отдохнешь Пошли Фул Гайс И Через Часик Не Сейчас Сейчас Еще Двадцать Минут Потом На Часик Полтора Может Быть Поменьше Чутка Окей Согласны Да Вопрос Хотя Я бы Уже До победного Пошел Нам До победного Еще Далек Модам Там Двадцать Дней Еще Тимур Да Я думаю Мы До конца Проходим Модно Бесконечное Лето Как Прошло Лето Кеду Только Не мог Ладно Все Давай Продолжать Я не мысля А кстати Более уебищный Семен Или Коля 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 Более Мудак Полный Уюбок Я привык К ней И в итоге Стал смотреть Ее как Неодельную Часть Своей Жизни Как Нечто Постоянное Но Что Думал Сама Химит Меня Вряд Либо Заботило Мы проходили Мимо стенда Где Надо было Из Комнатической Винтовки Стрелять По Мишеням И набирать Очки Достаточно Очков Получи Приз Давай Попробуем Буду Считывать Химит Да Я Стрелять Не Умею Позови Директора Он Отлично Стреляет Ну Давай Пару Раз Всего Смотри Совсем Недорого Ладно Я Взял Винтовку Она Казалось Легче Мне Предполагал Примерился Упер Приклад Причем И Прицелился Чтобы Набрать Максимально Присоточков Нужно Было Попасть Точно В центр Самой Дальней Мишени Казалось Что прицелные топки Смотрит Ровно В него Но ведь Все Не может Быть Так Просто Пальц Дрожал На спусковом Крюшке А это Нарисовать То Что Они Там Целиться Нигде Был Ты Такой Умный Сука Сам Нарисовал Пулей Восемь лет Ждали Восемь Я Никак Не мог Решиться И Без Конца Ватю С Стулом Вверх Вниз Влев Вправо Никак Кун Стреляй Подожди Не мешай Ну Давай Огонь Написни Как Дело Попаду Не Попаду Какая Разница Бах Я Я Воображал Что Звук Будет Куда Громче Чем Оказалось На самом Деле О Молодой Человек Породительная Меткость Что То есть Я Попал Ну Что Сказать Дуракам Ведет Можете Выбрать Любой Приз Вообще Любой Конечно У У нее Тот Ж Отчасти Тогореть Глаза Хочу Вон Того Слона Себать Мы Нашли Слона О Звук На дальней Никак не меньше метра И столько же В ширину Где ты видела Родовую слонов Да он Размером Больше тебя Ну Ладно Ладно Можно нам Обжечься Кодильцы Вон того Родового Слона Конечно Он говорил Нараспев И в целом Увидел Весьма Забавно На Вот Кимитсу С трудом Обхватила Приз Практически Исчезла За запрюшим Животным Ты вообще Видишь Что-нибудь Все Я вижу Обиженно Ответила Но казалось Что Говорил Сам слон Боже мой Нас Говорящий Элепант Притворный Фердинанд Блядь А помнишь Как мы В пустыне Итальянцев Гоняли Где Именно За британцев С 43 Ну это Блядь Да Все Вспомнил А что за игры Как там Не газ А там Как это Так назывался История Называется История Называется Правильно Ты выигрывал Ты неси Эмиссию Сдала Приз На руки И боже Загал Вперед Конечно Мне не стесла Она была Удобнее Но все равно Удовольствие Ниже Среднее Иногда Лучше Быть Криворуким Ей богу После Таких Выходных Надо еще Отдыхать От отдыха Если Сказала Она Приходя С очередного Аттракциона А Так а почему Ты думаешь Понедельник Называют Днем тяжелым Потому что Это первый день Недели Не везде Как-то Ну где-то Неделя Начинается Воскресенье Что за глупости Не верю И где же Я не помню Ну вот значит Придумался Ничего не придумал В книжке читал Фантастической Может фантастической Может фантастической Какая разница А какая Что там Все не по-настоящему Может вообще На другой планете Вообще Великобритатель На другой планете Не может быть Воскресенье Потому что У нее период Вращения Другой Но причем Тут дни недели Ой ладно Ты победила Кто даже На лице Химис Привез Довольно Ладно Давайте Съебем С этого парка И закончим Ну что Пойдем уже домой Пошли На выходе из парка Я заметил Или мне просто Показалось Нет На самом деле Что Ей тут делать одной Никакого Что случилось А Нет Ничего У тебя сейчас Было такое лицо Как будто ты Привидение увидел Ну а что Вдруг за нами Кто-то вывезел С того дома С привидениями Не хотел вспоминать О произошедшем там Дурацкая тема Я же говорил Согласна В последний час Я имею в 177 15 Делал вид Что ничего не произошло И даже почти Удалось убедить Меня в этом Поедем на метро Я устал Как пожелайте С ударами Блин С огромным Розовым сломом Охуенно Было довольно забавно Но ведь затем Химита Так что родился На домой Я стоял За ней Пока не закрылась дверь А с этого дня Представился скучно Химита Не приготовила Отцу обед Но никак не могла Проигнорировать И ужин Так что Сегодняшний вечер Мне предстояло Провести в одиночестве Однако Почему-то Меня Это не огорчало Так как могло бы Все-таки День прошел Не так уж и плохо Я не смеша Вышагиваю К самому двору Насвистывая Какую-то Представучую мелодию Из аниме Открыл дверь И обнаружил под ней Кучок бумаги Записку И волнение И строки Вернулись в одно мгновение Я просто остыл на месте Не в силах Пошевелиться Тут же Тут же показалось Что на мной следят Сотни глаз Внимательный Холодный взгляд Из сумрака Порнизывающий ты костей Но вдруг Вернулась И решилась Безмолвные Наблюдатели Ищет И так же быстро Как появились Я нагнулся И поднял записку Английский Николай Я думал Что Ты хотел поговорить Но видимо Не так уж и сильно Буду ждать тебя В баре До восьми вечера Я быстро Приятное вспоминание О дне Приведенной 7 месяцев Ульту Через без следа У меня всего 15 минут А до бара Идти как-нибудь 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 Меньше 20 минут Но это пешком Че блять Сука Блять Женщины А че Нельзя нахуй Послать Блять Ох Хотелось бы Я не тут По улицам Ловко выращиваю Встречные Прохожие Машины Никогда не жалуюсь Там фактическую форму Ладно Уже Сколько Пать Уже час Тогда наверное Закончим Сейчас И вернемся Не знаю Посмотрим Как вернемся Продолжим Тогда через час Примерно Может быть Побольше